Пес не всегда жил на улице, у него был дом. Когда он оказался на улице, то ему было не более года. Хаски заметили люди, ведь он был очень истощен и страдал от запущенной чесотки. Одной из организаций Таиланда по спасению животных зимой 2018 года стало известно о породистом псе с разными глазами, который бродил по улицам Пхукета. Также им сообщили, что хаски сильно истощенный болен. В Таиланде данная порода собак очень популярна. Жители этой страны очень любят хаски, однако не все понимают, насколько эта порода активна. Хаски очень активные собаки, с ними нужно много гулять, за ними нужно хорошо ухаживать и уделять много времени, но не все интересуются такими подробностями, когда берут щенка. Пока хаски щенок, то он словно живая игрушка, однако взрослая собака, намного большая ответственность. Собаку назвали Несси, на ветеринарном осмотре у нее обнаружили большое количество различных заболеваний, воспаление глаз, анемия, израненные лапы, а еще демодикоз, когда кожа раздражена из-за клещей, и саркоптоз, когда выпадает шерсть и сильный зуд тоже по причине клещей. Хаски еще, когда он был домашний, хозяин не уделял должного внимания и плохо ее кормил, поделился один из сотрудников организации. Несмотря на все заболевания, этот хаски оставался настоящим хаски. Когда к нему подошли люди, чтобы поймать, то он не убежал и не рычал, а приветливо завилял хвостиком. Волонтеры не верили в то, что Несси может быть такой дружелюбной и ласковой с таким количеством болезней и осадком от предательства. На собаку невозможно было смотреть спокойно, ведь ее сначала просто не замечали, а после выкинули. В приюте хаски стали лечить. Через две недели появились первые улучшения, а через пару месяцев у Несси начала отрастать новая шерсть. Улыбаться собака начала спустя несколько дней после того, как ее привезли в приют. До этого она выглядела печальной, хотя и вела себя дружелюбно. Несси поняла, что мы хотим ей помочь и не обидим ее. А весной того же года жизнь хаски изменилась очень сильно. Ее перевезли из Таиланда в США. Там ей дали новое имя Митси и теперь ищут хозяина. Друзья, спасибо, что просмотрели эту историю. Пожалуйста, если она вам понравилась, поделитесь ей со своими знакомыми. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.